Всем привет. В этом видео я расскажу о калькуляторе в операционной системе Windows 10, сделаю небольшой обзор и расскажу о интересных функциях, которыми он обладает, а еще как его установить и что делать, если он не запускается. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Конечно же, калькулятор присутствует в каждой из версии Windows. Это очень полезный инструмент и если вы им пользовались, то вероятно заметили, какими интересными функциями он обладает. В калькуляторе операционной системы Windows 10 предоставлено намного больше функций, нежели в ранних ее версиях. Теперь для конвертации валюты, объема, массы, площади и других величин вам не нужно будет использовать специальные приложения. Все это вы сможете сделать в калькуляторе. Чтобы запустить его, нажмите кнопку «Пуск» и в этом списке найдите приложение «Калькулятор» в разделе буквы «К». На рабочем столе одновременно можно открыть несколько калькуляторов в окнах регулируемого размера. При первом запуске калькулятор откроется в обычном режиме. Для того чтобы выбрать другой, нажмите на клавишу меню в виде трех линий, после чего откроется дополнительная панель, где можно выбрать из списка нужный вам режим «Обычный», «Инженерный», «Программист», «Вычисление даты» и «Преобразователь». В зависимости от сложности вычислений выберите подходящий вам режим. Стандартный режим используйте для выполнения базовых математических операций, «Инженерный» для сложных вычислений, «Программист» для вычисления в двоичном коде и вычисления даты соответственно для работы с датами, а «Преобразователь» для конвертации единиц измерения. К примеру, если вам нужно вычислить сложные числовые расчеты, воспользуйтесь «Инженерным», так как при обычном он будет подсчитывать числа последовательно. Как видите, при расчете одного условия мы получим разные решения, потому как в обычном режиме калькулятор не придерживается первого правила математики. При переключении режимов текущие вычисления будут очищены, но они будут сохранены в журнале и в памяти. В режимах «Стандартный», «Инженерный» и «Программист» есть возможность сохранять числа в память, а в журнале сохраняются все формулы, которые вы использовали с момента открытия этого приложения. Чтобы сохранить новое число в памяти, достаточно нажать клавишу «МС», а чтобы извлечь его из памяти, нажмите «МР». Для отображения списка чисел, сохраненных в памяти, нажмите «М». Если нужно, можно изменить размер этого окна. К примеру, для отображения полного списка. Чтобы прибавить или вычесть число, сохраненное в памяти, нажмите клавишу «М плюс» или «М минус». А чтобы очистить память сохраненных чисел, нажмите «МС». В режиме «Вычисления даты» вы сможете быстро посчитать, сколько дней в заданном промежутке времени. Как и в других программах, в калькуляторе есть возможность использовать сочетания клавиш, которые могут облегчить работу с ним. К примеру, нажав клавишу «Add», «Собака» сразу будет вычислен квадратный корень числа, которые вы ввели, а нажав сочетание клавиш «Ctrl» плюс «L» будет очищена память. А теперь рассмотрим более детально преобразователь. Здесь можно быстро конвертировать одну валюту в другую. Все, что нужно сделать, это ввести сумму валюты, которую вам нужно сконвертировать в другую. К примеру, доллар США к рублю, евро, фунту и другим. Как видите, здесь внизу есть актуальный курс на эту дату и время. И вы всегда можете нажать «Обновить тарифы», если дата не соответствует сегодняшней. Далее можно узнать, к примеру, сколько в 5 литрах галлонов. Как видите, это равно чуть больше 1 галлона. Если увеличить объем, вы увидите соотношение ванн и бассейнов к величине введенного объема. Еще можно узнать массу, к примеру, сколько будет килограмм в 100 фунтах. Или конвертировать температуру, к примеру, с Фаренгейта в Цельсий. 1 Цельсий равен почти 34 градусам Фаренгейта. Легко конвертировать скорость, к примеру, километров в час на мили в час. Или же наоборот, как видите, 100 миль в час равно 160 километрам в час. Также можно быстро изменить значение на футы, сантиметры в секунду, узлы и другое. Можно вычислить, сколько в гигабайте мегабайт. Или же посмотреть, какие величины измерения данных вообще существуют. Или воспользоваться другими разделами конвертирования. Например, если вы ищите подходящую мебель в интернете, и вот вдруг нашли понравившуюся на одном из множества сайтов и готовы были сделать заказ, а на сайте предоставлены размеры только в футах. В подобной ситуации вы можете с легкостью конвертировать их в сантиметры, миллиметры или в ту величину, которая вам нужна. Как вы заметили, здесь еще есть много величин для конвертирования. Длина, энергия, площадь, время, мощность, давление, угол и другое. И в процессе работы за компьютером, когда вам срочно понадобится сконвертировать одну из этих величин в другую, вы всегда сможете быстро это сделать, просто воспользовавшись стандартным калькулятором. Если вы вдруг не нашли на своем компьютере калькулятора, не отчаивайтесь, его легко можно будет установить. Прежде попробуйте его найти, вписав имя в строку поиска. Если это не дало результатов, зайдите в Microsoft Store, он находится в меню пуск и здесь введите в строку поиска калькулятор Windows или же выберите другой из списка, какой вам больше приглянется, а затем нажмите получить. В результате сразу начнется его установка, после которой он появится в меню пуск и вы с легкостью сможете его запустить. А если он уже установлен на компьютере, но перестал запускаться, попробуйте сделать следующее. Откройте параметры приложения. Приложения и возможности. Здесь выберите калькулятор из списка и нажмите дополнительные параметры, а затем нажмите кнопку сбросить. После попробуйте снова его запустить. В том случае, если вы долго пользовались одной из ранних версий операционной системы Windows и привыкли именно к этой версии калькулятора, его тоже достаточно легко установить. Для этого перейдите по ссылке, которое будет в описании и нажмите download. Но не забудьте прежде проверить ссылку на вирусы с помощью сервиса VirusTotal. Как это сделать, можете посмотреть в другом нашем видео. Ссылка будет в описании. Как видите, на данный момент все чисто. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.